Всем привет! Как и обещал, записываю в продолжении видео о чудесах. Недавно Светлана на своем канале записала нам интересное видео о тех чудесах, которые есть. Я предложил видео дополнительное о других чудесах, которые на текущий момент отсутствуют. И, собственно, закончим сначала линейку топиаров вот таким вот величественным топиаром в виде дракона. Собственно, это тринадцатое чудо мира драконов. Получаем мы его соединением седьмого уровня, то есть двенадцатого чуда топиара в виде лилового единорога. При получении и нажатии дает нам он 40 премиальных яиц. Тут себе записал. Это яйца Купидона, Сенсея, ледяного или зимнего дракона, деревянного дракона или скелет дракончика. При этом драконная сила наша увеличивается на десять тысяч. Собственно, рядом с этим чудом иногда может появляться киноварное драконовое дерево. Это дерево из линейки драконовых деревьев. Вот оно у нас. Где у нас четвертый уровень? Четвертый уровень киноварное дерево. И каждые десять часов нахождения в лагере при нажатии на это чудо нам даст одно из яиц вышеупомянутых драконов. Собственно, на этом с этой линейкой все. Две других, два других чуда из линейки топиаров лобелии. Ну, собственно, они по виду похожи на вот этих вот, на эти чудеса из мистических топиаров. Дают они также нам при создании 20 и 40, соответственно, премиальных яиц. Но тут уже яйца немножечко другие будут. Это яйца дракона-кролика, ванилька, лунный дракон, дракон страсти, либо зимний дракон. Также рядом с этими чудесами, если есть свободные клетки, то могут прорастать деревья третьего и четвертого уровня. Те же самые драконовые деревья. То есть это либо киноварное, либо молодое дерево. Собрать эту линейку можно таким образом. Первое, это у нас в магазине появляется предложение за самоцветы. И продают обычно три кролика. То есть три кобальтовых топиара в виде кролика. Дальше кролика можно получить при выполнении задания кролика, простите уж за автологию, при улучшении портала одного из. Насколько помню, три раза я получал вот сезонного портала, когда я его улучшал. Также иногда кроликов нам могут дать в башне. Таким образом я собрал эту линейку где-то в начале прошлого года, 23-го. Тестировался новый интерфейс игры и, естественно, там были баги. А баг был простой. Заходим, проходим в башню полностью, выходим из нее, нам награды даются. Мы снова заходим в башню, сразу нажимаем кнопку выйти. Все те же самые награды, которые мы заработали, они дублируются. Вот такой был баг и тем самым мне позволил собрать вот эти два чуда. Чудеса на самом деле довольно-таки интересные, но то ли у фантазии разработчиков не хватило, то ли времени, не знаю. По сути, эти две линейки один в один только лишь разный цвет. Вот что касается топиаров. Дальше следующее чудо. Из линейки великолепных артефактов это артефакт последней реликвии. Чудо пятого уровня. Впервые оно появлялось в 20-м году, если мне не измеет память, как один из призов события. И дальше, в том же самом магазине, где вам нужно купить кроликов, также можно купить и артефакт серпа души первого уровня. Улучшается он за самоцветы. Мы получаем три раза артефакт полуночи, соединяем его и тем самым у нас появляется чудо. Линейка данная нам дает призменных драконов. Первый и второй уровень это яйца. Третий и четвертый это малыши драконов. И само чудо при создании дает нам детеныша дракона призменного. В принципе, как практически любое чудо, при нажатии на него, раз в определенное время, не засекал, честно, не подскажу. Ну, информацию тоже, к сожалению, я не нашел. Ну, по моим ощущениям, где-то раз в, ну, пусть будет 15 часов, примерно 15-20 часов нахождение в лагере, суммарно. Нам дает яйцо призменного дракона. Дает призменные цветы четвертого уровня, цветок жизни шестого уровня. И вот такое вот молодое осеннее деревце. Собственно, драконы с них собирают яркий огонек, да, то есть какого-то алюминия не собрана, ее можно, в принципе, здесь собрать у себя в лагере. Примерно тоже, ну, каждые 10-15 минут можно собрать яркий алюминия. Вот, что касается именно данного артефакта. Вот, он краски за дракончик собрал и куда-то понес. Не надо, у меня собраны эти линейки. Дальше, Элизиум, 21-ое чудо мира драконов из храмов Нирваны. Тоже где-то примерно полгода назад появился данный храм. Появился он в магазине. Можно было его купить, по-моему, за 250 монет. По аналогии с храмами Дзен мы улучшаем храмы до, по-моему, 12 уровень, если не ошибаюсь. То есть мы получаем утопию. И соединением трех утопий получаем Элизиум. При улучшении с первого на второй и до третьего уровня сами храмы нам дают яйцо таинственного дракона. В общей сложности пять штук. И дальше дают либо малышей, либо детенышей того же самого таинственного дракона. Собирать с него можно холмы. Давайте сейчас, по-моему, холмы четвертого уровня, насколько я помню. Ну, в принципе, по аналогии с храмами Дзен. Также каждые 10-15 часов нахождения в лагере мы можем нажимать и получать монету, цветок седьмого уровня, сундук с сокровищами, ну, и яйцо таинственного дракона. Это вот что касается Элизиума. На самом деле мне нравится это чудо. Но необычное, может быть, необычное, что у вас, на мой взгляд, именно с цветами мне больше такая вот расцветка нравится. Поэтому чудо у меня находится на некий видном месте. Так, далее. Шоколадная весна, 20-е чудо драконии, шедевр реддитера. Впервые нам дали сладкий цветок какао на день Святого Валентина. Один был бесплатный сундук, и дальше сундуки мы покупали. И можно вкусное покупал и улучшил. Улучшил чудо. Прошу прощения. В итоге получил чудо 10-го уровня. Само чудо нам дает при получении нажатий на него либо яйца, либо гнезда Дракона Золотосердца, либо призменные цветы, либо захламился это лагеря, 5 минут не было, либо второй, либо третий уровень линейки Ягод Шоколад. Многие считают это чудо бесполезным, и поскольку с него собирать ничего нельзя, дракона на него не реагирует. Улучшать его можно также только за самоцветы. Единственный подарок был, скажем, такой подарок небольшой нам от разработчиков. В два события в новом году, в прошлом году точнее, в два последних события, нам как раз таки давал, если я не ошибаюсь, то 7-го уровня сильную шоколадную статую. И так же можно было покупать, вот у меня как раз таки есть сумочки в магазине, которые по времени ограничены, и в них также находится либо третий, либо четвертый уровень данной линейки. То есть, да что ж такое-то не хочет. Либо росток какао, либо сладкий цветок какао. Сам какао-боб, для примера, можно обнаружить в башне, дается, равно как и три какао-бога. Ну, собственно, там их и получил для линейки, для красоты. Ну, вот, собственно, что касаемо данного чуда. Ну, и последнее чудо, которое, к сожалению, доступно было не всем. Оно появилось вместе с такой локацией, которая называлась Мастерская чудес. Вот, и увеличивалось оно каким образом? Ну, точнее, правильно сказал, каким образом мы его получали? Были так называемые рецепты, мы их выполняли, и получали луковки первого уровня. Выполняя рецепты, улучшая мастерскую, мы могли получить либо луковку второго, либо третьего уровня. Ну, соответственно, это чудо. Я считаю его бесполезным. Почему? Потому что, во-первых, оно не для всех. Во-вторых, оно при нажатии дает либо яйцо таинственное танзанитовое, либо золотой лук. То есть, по сути, то, что можно и так в лагере добыть. Оставил ее исключительно для красоты, потому что не факт, что разработчики где-то еще добавят данное чудо. Вот. Ну, собственно, вот это все эти чудеса, которые дополнительно у меня есть в игре. И должно быть у нас еще одно чудо. Тоже линейка появилась относительно недавно. Это Аполлоновые деревья. Также они предлагались в магазине за самоцветы. Продавалось, по-моему, деревья, деревья четвертого уровня. Вот. И затем мне уже парашютом давали деревья, деревья пятого уровня, шестого уровня. Вот. Ну, теперь сижу и, говорится, собираю. Также чудо есть у нас двенадцатого уровня. Что оно будет давать, к сожалению, я не знаю. Будет ли это чудо двадцать третьем тоже информацию у меня отсутствует. Вот. Ну, посмотрим. Возможно, в будущем еще раз доснимем видео о уже данном чуде. Ну, поскольку само дерево Медаса довольно-таки медленно собиралось, я думаю, что и данное чудо деревьев Аполлона тоже будет собираться очень и очень медленно. А так, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok